Величайшим достижением эпохи античного христианства стал канон Священного Писания. Кто и как отбирал богодухновенные книги и отвергал апокрифические? Почему в канон Нового Завета вошло Евангелие, написанное Марком, и не вошло Евангелие от апостола Петра? Почему не на одном Вселенском Соборе не утверждался канон Священного Писания и не было дискуссий по его составу? Как долго шел процесс канонизации? Кто руководил им? Изучая жизнь и труды выдающегося богослова IV века и все веки Сарийского, можно найти ответы на многие вопросы, связанные с каноном Священного Писания. Одна из важнейших тем, которую надо поднять, говоря о христианстве апостольского и послеапостольского периода, античном христианстве. Одна из важнейших тем, это тема канона Священного Писания, тема основания веры, канон Священного Писания. Это тема, которая заставляет нас очень серьезно задуматься об одном из самых ведущих богословов эпохи античности, это Евсевий Памфил, Евсевий Кисарийский, через которого мы и взглянем на эту тему, как формировался канон. Надо сказать, что, наверное, самое большое достижение вот этой эпохи богословских споров в том, что это было время завершения формирования канона Священного Писания или завершения канонизации. И вот что я хотел бы особенно подчеркнуть, чтобы все мы хорошо это осознали, с исторической точки зрения абсолютно достоверно, что формирование канона не проходило на соборах. Ни один из вселенских или поместных соборов не утверждал канон Священного Писания. Канонизация шла в общинах, на канон, на соборах закреплялась только официальная вера, там шла отработка той кафолической ортодоксии, которая была принята в империи. Традиция отрабатывалась на соборах. А, собственно, процесс канонизации, это процесс, который шел, естественно, в самих общинах. И фактически канон — это результат деятельности Духа Святого и Церкви Христовой, в смысле общин, а не епископаты или какого-то руководства. В видимой части исторического процесса шла церковно-политическая борьба. Там скрещивались шпаги взаимных обид, подозрений, обвинений. Ну, я уже упоминал, как со Второго Вселенского собора обиженный и огорченный ушел Григорий Богослов. Третий Вселенский собор, не изложив, даже не выслушав Константинопольского патриарха Нистория. Второефесский собор вообще вошел в историю, как разбойничий собор. На этих всех соборах отрабатывалось священное предание, то есть вероучение исторических церквей. А вот параллельно с этим тихо и незаметно шло формирование канона. Как это все происходило? Как происходила канонизация? Ну и здесь прежде всего я хочу обратить внимание, что канонизация это дело общин под руководством Святого Духа. И наверное нам надо немножко отвлечься и порассуждать вообще над понятием богодухновенности. Прежде чем мы коснемся исторического аспекта канонизации? Вообще в богодухновенности различают три аспекта. Есть богодухновенность при написании, то есть это действие Святого Духа, когда Господь Духом Святым контролировал перо писателя Библии, какого-нибудь отдельного автора, контролировал его перо так, чтобы он не написал ничего лишнего, не допустил никакого искажения реальной истории и вместе с тем не сделал ничего того, что ограничило бы. То есть чтобы он действительно написал то, что необходимо написать. Причем конечно богодухновенность это не всегда или очень редко даже прямая диктовка со стороны Бога. Бог не диктовал авторам библейских текстов, что писать. Он вдохновлял их и контролировал их письмо. То есть вот с точки зрения богодухновенности надо посмотреть, как происходило написание библейских текстов. Если скажем Лука пишет, что ему вздумалось по тщательному исследованию что-то написать. На самом деле Луке казалось, что ему просто вздумалось, но это было действие Духа Святого, который побудил Луку искать факты, отбирать эти факты и описывать эти факты, которые он нашел. Причем конечно же он, как обычный исследователь, человек услышал не только правдивые факты. Он наверняка слышал много небылиц, он наверняка слышал много искажений. Но в свой текст он не вел их. Почему? Не потому, что он был умнее других историков, а потому что Дух Святой руководил, и он почему-то, может быть он сам не может объяснить почему, он какие-то факты описывает, какие-то не описывает. И это богодухновенность при написании. Не только Луки, это собственно так писали все богодухновенные тексты. Второй аспект богодухновенности, это богодухновенность при отборе. Отбор библейских текстов тоже шел под руководством Святого Духа. Мы не можем говорить о богодухновенности только при написании. Богодухновенность при отборе означает, что Дух Святой руководил общинами, которые распознавали в некоторых текстах свою веру, которую они приняли от Христа и апостолов. А в некоторых текстах они этой веры не видели, отвергали эти тексты, потому что они явно искажали образ Христа, который они знали. Мы с вами читали, например, апокриф о детстве Христа. Совершенно понятно любому возрожденному человеку, что это не тот образ Христа, который есть на самом деле, который мы знаем из преданий апостолов. То есть это что-то другое, искаженное. И поэтому общины веры отвергали подобные творения, как те, которые не соответствовали тому, что было от начала. Это богодухновенность при отборе, потому что объяснить чисто с материалистической точки зрения, почему одни тексты отвергнуты, а другие не отвергнуты, невозможно. Вроде бы авторство и тех и других очень высоких людей, апостолов, но в одних мы видим Дух Божий, а увидеть это можно только благодаря духовному естеству. Только Дух может распознать Дух. А в других нет этого Духа Божьего. И вот так общины отбирали какие-то тексты. Это богодухновенность при отборе. Есть еще и третий аспект богодухновенности. Богодухновенность при чтении Священного Писания. Многие очень читают священный текст, богодухновенный текст, но не видят там ничего. Для них этот текст просто обычное историческое повествование, или вообще для некоторых сборник мифов, легенд, историй. А необходимо действие Духа Святого, который одухотворяет этот текст и делает его доступным. И вот это действие Святого Духа как раз и есть богодухновенность при чтении. Сейчас мы с вами особенно занимаемся вторым аспектом богодухновенности. Богодухновенность при отборе священных книг. Как Дух Святой действовал для того, чтобы отобрать какие-то тексты из огромной массы текстов, циркулирующих в общинах в I, II и III веках. Коснемся самого начала. В I веке вообще вопрос богодухновенности канона не стоял. Канон вообще не интересовал верующих I века. Вообще в качестве писания, если, скажем, в новозаветных текстах речь идет о писании, то имеется в виду, конечно, только ветхозаветные тексты. Новозаветных текстов просто физически еще не существует. Поэтому ссылки Павла, например, на писание, или ссылки апостола на писание, это ссылки на септуагинту. В качестве писания, как я говорил, использовалась именно септуагинта, греческий текст Нового Завета, который был переведен задолго, за несколько веков еще до христианской эры, и который не носил на себе следов полемики между иудеями и христианами. Масаретский текст, как я обращал внимание, он уже составлен в связи с этой полемикой с христианами, и поэтому он носит явно антихристианские нотки, антихристианские коннотации. Итак, писание для людей первого века – это септуагинта. И для того, чтобы все-таки общины начали задумываться о каноне, Господь использует несколько факторов. Разные факторы использует Господь для того, чтобы общины поставили вопрос о каноне и начали процесс канонизации. То есть, среди различных взглядов, которые были в христианстве, стали появляться те, которые уже искажали саму сущность христианства. Вот это искажение сущности привело к тому, что начала возникать необходимость в каноне. Появляется это уже со II века. И два фактора во время этого периода, во II веке, подтолкнули к канонизации. Два фактора. Первый фактор – это влияние Маркиона. И второй фактор – это влияние Монтана. Маркион и Монтан. Вот эти два движения заставили церкви серьезно поставить вопрос о канонизации. Ну, коснемся первого фактора. Маркион. Маркион Синопский из Синопа – это местечко в современной Турции на южном берегу Черного моря. Оттуда он сам. Это, наверное, самый крупный иересиарх, как его сегодня считают, или один из крупнейших богословов, если не пользоваться оценочными характеристиками, один из крупнейших богословов II века. Создатель первой гностической системы, которая захватила буквально церковь, которая стала доступна очень широким массам людей. Он жил в первой половине II века и был очень интересный богослов, хотя его отец, епископ, был там, в том месте, где и сын жил в Синопе, и он отлучил даже сына своего из церкви за несогласия во взглядах. Он тогда уже проявлял некоторые несогласия. Но Маркион вообще очень такой интересный как личность, очень яркая личность, хороший бизнесмен, администратор. Он даже занялся бизнесом и заработал большой капитал, приехал, известно, что в 139 году он приплыл в Рим на очень большом корабле и пожертвовал Римской церкви очень большую сумму, что-то 10 тысяч золотых монет на бедных. Правда, потом служители Римской церкви решили, что это все-таки больше похоже на подкуп, чем на пожертвования, и эти деньги даже вернули ему назад. Но он сначала присоединился к Римской церкви, как один из ортодоксов, один из тех, конечно, кто исповедует Христа. И там уже очень скоро стал проявлять другие взгляды, не такие, как, собственно, были приняты. Главное направление Маркиона, в чем, собственно, его гностическая система? Ну, в целом, описывать, может быть, это очень долго и не к месту, но что я хочу отметить в смысле канонизации? Главное его направление было в том, что он отвергал все еврейское, все иудейское. Это, фактически, был один из первых очень видных антисемитов. И все еврейское в христианстве он категорически отвергал. Он был тоже аскет, очень строгого поведения человек, по поведению, как бы, очень примерный христианин. Но в богословии он отвергает 12 апостолов, потому что они евреи, отвергает весь Ветхий Завет. Он фактически явился первым канонизатором. Он первый поставил вопрос о каноне. До него вообще не ставили вопрос, а что такое канон Нового Завета, во что мы, как христиане, верим. Но Маркион, вот из-за своей такой очень жесткой позиции в отношении евреев, из-за своего антисемизма, он поставил вопрос, а кто мы такие? Его известная книга «Антитезы. Противопоставление». Как раз и написано с этой точки зрения. Он противопоставляет Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет — это плохой бог. Демиург — это не настоящий бог. Это злой бог. А вот бог Нового Завета — это хороший бог. Это совсем другой бог. Поэтому Ветхий Завет отвергается категорически. И все, что связано с Ветхим Заветом, отвергается. И канон, который предлагает Маркион, то есть что является настоящими книгами для христиан, это, во-первых, послание Павла. Он признает 10 посланий Павла. И несколько урезанное Евангелие от Луки, которое тоже, собственно, написано вслед Павловой системы богословия. Так сказать, антисемитское прочтение Евангелия от Луки. Он убирает все еврейское из Евангелия от Луки. Говорит, что это все привнесено, это все добавлено евреями. На самом деле, с самого начала этого не было. Это все вот евреи натворили. И, собственно, вводит совершенно новую, как бы абсолютно другую систему в христианстве. Маркион, значит, предлагает урезать канон Нового Завета. Ну, он даже начинает, собственно, с диспута по поводу притчи Иисуса Христа о старых мехах и о заплате. Он говорит, что вот как раз Новый Завет – это совершенно новые мехи. Ничего старого быть не должно. Мы все старое должны вырезать, выбросить. Старое уже не может содержать новое вино. Ну, вот на таких нотках строится система Маркиона. Кстати говоря, Маркион, хотя, в общем-то, был отвергнут церковью, но на самом деле неомаркионизм продолжал жить еще в церкви очень долго. Особенно уже в 19-20 век снова появляются эти же самые идеи. И, собственно, вот идея жидомасонского заговора, что якобы есть масонское правительство, жиды вот это все устроили, они управляют миром. Это идея Маркиона. Они просто ожили в этой подделке протокол сионских мудрецов. Они снова были подняты на вооружение черносотинцами. И, собственно, все, что происходило в России в начале 20 века, вот эта антиеврейская волна, которая, собственно, как реакция привела к революции 1917 года, которую, собственно, наверное, во многом питали вот эти еврейские идеи, потому что, собственно, антиеврейские заговоры, погромы послужили толчком к тому, что должна была последовать реакция. Но, собственно, все это было построено на богословии Маркиона. Это именно Маркион возродился. И до сих пор эти идеи очень популярны среди определенных христианских кругов, таких очень крайних шовинистических христианских кругов, что вот это все еврейский заговор вокруг нас, там вот готовится какое-то правительство, мол, они готовят. И поэтому во всем, кто виноват, естественно, виноваты жиды, которых надо бить. Вот это такой подход, который, собственно, начал Маркион и начал именно с позиции канонизации. На что опираться? И если подходить с точки зрения Маркиона, то действительно все еврейское надо убрать из христианства, а что остается? Ну, остается очень-очень мало тогда в христианстве. И вот в противовес Маркиону, в борьбе с Маркионом, начинает формироваться канон. То есть общины, видя вот это наступление Маркиона, надо сказать, что Маркион имел большой успех. Наверное, ну, по меньшей мере половина всех христианских общин поддерживали Маркиона, а может быть даже и больше. Во втором веке, первая половина второго века, фактически, может быть, даже большая часть христианства, трудно сегодня оценить, конечно, размеры его движения, но это было очень мощное движение, так скажем. И в ответ на это общины, которые придерживались ортодоксальных взглядов, стали подтверждать свою приверженность и Ветхому Завету, и Евангелию Матвея, и Евангелию Марка. То есть начали расширять канон. Движение Маркиона, которое служало канон, заставило общины расширять канон. Начинается расширение. Следующее движение, которое тоже оказало очень большое влияние на канонизацию, это движение Монтана, фригийский Монтан. Монтан, это, как я уже упоминал несколько раз, это движение, которое тоже находилось на грани ортодоксии, и многие считали его еретическим движением. Движение, которое, как бы, по внешним характеристикам было очень радикально христианским, но оно придерживалось таких очень ярких пророчеств. Главная особенность Монтана и его движения были пророчества. Ну, собственно говоря, я думаю, что это какие-то очень древние предшественники харизматического движения. Они ориентировались на харизмы, на дары, на откровения. И главный, как бы, посыл, который объявлял Монтан и его пророки, и пророчицы главным образом, женщины у него пророчествовали, разве Бог замолчал? Почему Бог говорил в первом веке, а во втором веке, что Бог не говорит? Бог ведь говорит и сегодня. А если он говорит, значит, мы должны слушать его, и более того, мы должны не только слушать, но мы должны повиноваться этим пророчествам. И фактически Монтанизм ставил пророчества, которые произносились в этих общинах, эти пророчества ставились, записывались и ставились наряду с богодухновенными текстами. Они считались такими же богодухновенными, как и все другие тексты Писания. То есть Монтан расширял канон. Если Маркион сужал, Монтан расширял канон. Он появился позже, это уже вторая половина II века, начало III века. Но он расширяет канон. И тогда в ответ на это ортодоксальные общины вынуждены снова поставить вопрос о каноне и стали ограничивать канон, сужать канон. То есть Господь использует вот эти несколько движений для того, чтобы начать с одной стороны расширение канона, потом сужение канона, для того, чтобы определяли общины, границы канона. Потому что в общинах читались разные тексты. И читались тексты, которые мы сегодня признаем как канонические, читались тексты апокрифические и читались часто наравне. Хотя если смотреть, скажем, на богословов того периода, на Иустина, скажем, на Иринея, о котором я говорил, Тертулиана, они говорят очень часто на тексты Нового Завета такую фразу «написано». «Написано» и дальше цитируют что-нибудь там из Матфея, из Марка, из Луки или из Павла цитируют. «Написано». Канона нет, но ссылка на канонические тексты уже в это время идет, как будто бы канон уже есть. То есть канон — это не нечто такое застывшее, закрытое, которое появляется только в IV веке. Он существовал с того момента, как книги написаны были, но не было жестких, четких, ясных, формальных границ канона. Но отношение к этим каноническим книгам было уже тогда, во II веке, очень и очень высокое. Третий век поставил новые вызовы для канонизации. И самым главным вызовом канонизации III веки были гонения. Выдача священных книг властям в ранней церкви почиталась тихчайшим грехом. Грехом, за который нет покаяния. То есть если человек выдал властям священную книгу христианскую, то потом он мог каяться, его уже в общину не принимали. То есть считалось, что это отлучение до пришествия Христа. То есть это очень тяжелый грех рассматривалось в ранней церкви. И тогда, когда начинались гонения, и если гонения были направлены против книг священного писания, и солдаты приходили и требовали выдачи книг, то тем, у кого эти книги были, было совсем не все равно, какую книгу отдать. То есть у кого были книги? Книги были ведь рукописные. Они не были у всех членов церкви. Рядовые члены церкви книг не имели. Как правило, книги хранились у епископа, у пресвитера, у диакона, у служителей. И когда в дом служителя стучали солдаты и говорили, отдай, выдай, вот есть указ выдать все христианские книги, то очень часто эти служители стояли перед вопросом, а какую книгу выдать? Ведь можно было выдать, скажем, Евангелие от Фомы, не каноническое, которое особенно не чтилось и не признавалось, и за это никто тебя не отлучит. Или выдать Евангелие от Луки, которое все признавали как каноническую книгу, а вот за это будет отлучение. То есть гонения очень четко поставили вопрос, а какие же книги канонические? За какие книги отдавать жизнь? Совсем ведь не все равно отдавать жизнь за настоящую книгу или за то, что считаешь недостоверным, небогодухновенным. Особенно Диоклетианово гонение 303 года заставило очень четко очертить границы канона. Они уже и так сформировались и до этого, но в 303 году во времена Диоклетиана, когда один из диктов Диоклетиана звучал так «выдать все священные книги христиан и сжечь их». Огромное количество бесценных рукописей в это время было сожжено при Диоклетиане. Но именно это действие заставило четко поставить границы, где границы канона. Так что вот эти несколько факторов – маркион, монтан, гонение – вот эти факторы заставили общины веры четко определить для себя, что канон, что богодухновенное, что небогодухновенное. Ну, была еще одна особенность, еще один фактор, который сильно повлиял на процесс канонизации. Это чисто технический фактор. Как раз вот с конца первого века начинается, ну, можно так выразиться, техническая революция, переворот в древнем книгоиздательстве. Ну, все это было, конечно, рукописное издательство, но до конца примерно первого века книги существовали в виде свитков. Ну, вы, наверное, хорошо знаете, что такое свитки, видели свитки, до сих пор в синагогах используются эти свитки. Свиток – это такое полотно бумажное или из другого материала, и там в столбик написан текст. И для того, чтобы читать, надо перекручивать с одной, как вы, палки, на другую палку этот текст перекручивается, и так можно читать. При таком способе книгоиздания невозможно сделать длинную книгу. Ну, вот Евангелие от Луки говорят 9 метров. Метрами можно мерить книги. Почему, собственно, древние книги написаны так? Книга первая, книга вторая, книга третья. Почему так? Да потому что это чисто технически. Свиток больше не умещает текста. Если больше 10 примерно метров, то уже невозможно перекручивать вот этот свиток с палки на палку, он начинает рваться. То есть уже ограничено технически. И поэтому книги длинными быть не могли. Ну, а еще одна особенность. Представьте себе, что надо иметь 66 книг Библии. Сколько надо иметь свитков, чтобы сделать 66 книг? Наверное, вот как этот стол, надо иметь ящик, чтобы поместить 66 книг в этот ящик. У кого могли быть все 66 книг? Это просто же невозможно технически. То есть какой-то человек имел там 5-6 свитков разных книг, у другого были другие книги. Но очень редко у кого-то могли быть все абсолютно книги, 66 книг или больше даже, если говорить об апокрифических книгах. Ну, сотню книг иметь. Это же какое надо иметь хранилище для таких свитков, 100 свитков иметь. С конца первого века происходит изменение. Начинают делать книги не в виде свитков, а в виде кодексов. Кодекс — это сшитые листочки папируса. Ну, то, что вот и сегодня мы имеем. Тетрадочка. Когда сшивают отдельно листки, режут на небольшого размера листки, сшивают эти листки вместе, и таким образом можно сформировать книги. Причем в таком способе книгоиздания можно уже делать длинные книги, уже здесь не ограниченным и размером. Можно более того, можно делать последовательность книг, можно собирать разные книги под один переплет. То есть чисто техническая возможность, которая появилась буквально со второй половины первого века, особенно развивалась уже во втором, третьем веке, эта чисто техническая возможность позволила собрать книги вместе, отобрать какие-то книги от других книг, потому что когда в свитках, там очень трудно что-то отбирать. Ну, они все лежат в одном ящике, ничего сделать с ними нельзя. Или на полках лежат эти свитки. И можно уже установить последовательность книг. Какая книга раньше идет, какая книга идет позже. До этого времени нельзя было этого сделать. Так что вот эта вот техническая революция, изменения в книгопечатании тоже очень сильно повлияла на канонизацию. Вот таким образом разные факторы позволили общинам очень четко определить канон Нового Завета. То есть в течение столетий, очень медленно, под давлением разных обстоятельств, церкви распознавали свою веру в каких-то книгах, принимали их, а какие-то книги отвергали. И вот ярким свидетелем канонизации является как раз Евсевий Кисарийский. Любимый мой богослов, который очень много пишет и об истории, и о богословии. Евсевий Кисарийский. Ну, о нем говорил Иероним. Кого можно найти умнее, ученее, красноречивее Евсевия? Действительно, это уникальный человек. Он родился в Палестине и получил очень хорошее образование. Очень такое разнообразное образование получил. Родился он примерно в 60-х годах II века. Точные даты рождения мы не знаем. Примерно это 60-е года II века. Он известен как ученый, как исследователь, как богослов. Учился в Кисарии в Палестине. Учился у Памфила, собирателя книг. Памфил приехал в Кисарию из Александрии и собрал очень большую, самую, наверное, большую христианскую библиотеку того времени. И он был как раз Евсевий учеником у этого Памфила. Когда начались гонения, особенно диоклетиановые гонения, то и Памфил, и Евсевий много скитались по Востоку, были арестованы, провели несколько лет в тюрьме и под пытками. И Памфил как раз и умер под пытками. И Евсевий видел смерть своего учителя. Он тоже там находился. И когда Евсевий все-таки уцелел, его освободили, то он принял имя своего учителя Памфил. Его настоящее имя Евсевий. Но он в истории известен как Евсевий Памфил. Поэтому вот на его книгах так и пишется Евсевий Памфил. Это в честь вот учителя, который был убит на его глазах. И он продолжил дело своего учителя. Он сумел все-таки сохранить большую часть библиотеки и даже приумножить эту библиотеку. Эта библиотека имела очень много неизвестных нам сегодня книг. Евсевий не только упоминает, он цитирует эти книги. Он приводит большие довольно отрывки из этих книг, которые сегодня не уцелели. К сожалению, вот до нашего времени библиотека Евсевия не дошла. Там было очень много документов, эдиктов, государственных документов, копий. Евсевий делал копии и хранил в этой своей библиотеке. То есть Евсевий был настоящий серьезный и глубокий историк, ревностный книжник, который сохранял библиотеку. А когда император Константин обратился ко Христу, уже стал христианином, то Евсевий стал одним из его советников. И он использовал весь потенциал Евсевия уже для христианства. Он был ритором, прекрасный проповедник, который составлял много красивых речей в честь императора. Он сказал не одну речь. Автор первой церковной истории, автор книги, которая называется «Жизнь Константина». Ну и целый ряд других исторических книг он написал. А кроме всего он влиятельный богослов. Известны его чисто богословские работы, демонстрация Евангелия, например, толкование на книгу Исаия и другие очень интересные работы. В 1313 или 314 году его избирают епископом Кесарии. И он очень много занимается тем, что работает с книгами. Вот в этой книге «Церковная история» Евсевий дает не только список различных книг, которые он знал на то время, он дает анализ этих книг. И причем дает анализ книг, которые были признаны всеми как богодухновенные книги, и книги, которые были отвергнуты. Вот он не только дает опись, но, кстати, и практические действия совершает в этом направлении. Константин захотел иметь список канонических книг, то есть фактически Библию он захотел иметь. И вот по заказу Константина Евсевий организует переписывание и создание такой библиотеки, 50-х экземпляров Нового Завета. Он делает Евсевий. Но в эти книги Нового Завета он вводит ведь не все книги. Он вводит те книги, которые уже считаются Новым Заветом. Кстати говоря, вот те рукописи, которые делал по заказу Константина Евсевий, рукописи Нового Завета, они содержат 26 книг Нового Завета. В нашем Новом Завете 27 книг, у Евсевия 26 книг. Он не включил апокалипсис, откровение Иоанна, он не включил в список книг Нового Завета, именно тогда, когда делал по заказу Константина. Он разделил вот в этой книге «Церковная история» всю христианскую литературу, которую знал, на три категории. Первая категория, которую обозначает Евсевий, он назвал амологумены. То есть амологумены – это те, которые признаны Евсеви. Вторая категория – это антилигомены. И третья категория – это нофа. Евсевий Кисарийский пишет в своей церковной истории о книгах, которые он называет «бесспорные амологумены». И пишет он так. В эту категорию, кстати, он вводит 22 книги Нового Завета. 22 из наших 27 для Евсевия кажутся бесспорными. Это не его мнение, это то, что он видит принято в церквях. Он пишет «Тут, кстати, перечислим уже известные нам книги Нового Завета. На первом месте поставим, конечно, Святую Четверицу Евангелий. За ней следуют деяния апостолов, потом Павловы послания, непосредственно за ними Первая Иоаннова и Бесспорная Петрова, а потом, если угодно, Апокалипсис Иоанна, о котором в свое время поговорим. Это книги «бесспорные». То есть, обратите внимание, он называет среди бесспорных книг все Павловы послания, кстати, и в том числе послания к евреям, которые очень часто современные библеисты в каком-то смысле оспаривают, как Павлова послания. А Евсевий говорит, что хотя некоторые спаривают авторство этого послания со стороны Павла, говорят, что это не Павлова, но на самом деле, по утверждению Евсевия, для него это кажется абсолютно бесспорным, что послание к евреям написал именно Павел. И интересно отношение к Апокалипсису Иоанна, откровение Иоанна Богослова. К этой книге у него такое осторожное отношение. Вот он называет ее бесспорной, с одной стороны, а с другой стороны он немножечко колеблется и не решается включить эту книгу в канон Нового Завета. Далее Евсевий пишет, среди оспариваемых, то есть антилигомены, но большинством принятых, послание, именуемое одно Иаковлевым, другое Иудиным и второе Петрово, также второе и третье Иоанновы, может быть они принадлежат евангелисту, а может быть какому-то его тезке. То есть здесь он немножко колеблется и некоторые книги, которые мы считаем бесспорно входящие в канон с точки зрения Евсевия, не все принимают, большинство его принимают, но некоторые оспаривают. Следует знать и эти книги, пишет дальше Евсевий в своей церковной истории, следует знать и эти книги и те, которые у еретиков слывут под именем Евангелия апостолов, а именно Петра, Фомы, Матфея и других, а также деяния будто бы Андрея, Иоанна и прочих апостолов. Эти книги никогда не удостаивал упоминаний ни один из церковных писателей, да и речь их и слог очень отличаются от апостольского духа. Мысли же и все учения в целом далеко не согласуются с истинным правоверием. Это явно выдумки еретиков, поэтому книги эти следует не то, что причислить к подложным, нофа, но вовсе отвергать как совершенно нелепые и нечестивые. То есть посмотрите, он обращает внимание, что кроме тех книг, о которых вот он только что сказал, бесспорные амологумены и спорные книги, которые большинство принимает, но некоторые все-таки задают вопросы, кроме этого есть еще большое количество книг, слог которых, дух которых совершенно отличается от апостольского. Вот какой критерий Иосевий говорит. Он не говорит, что там технически они чем-то отличаются, он говорит о духе, он говорит о внутреннем содержании. Поэтому такие Евангелия, как Петра, Фомы, Матфея, других, это не Матфея, это другое Евангелие Матфея, и деяния Андрея, и Анна, я рассказывал об этих деяниях, все это считает Иосевий книги не то, что подложные, а нелепые и нечестивые. Вот так очень грозно и четко называет Иосевий эти книги. Это одно из самых ранних свидетельств о каноне Нового Завета. Но есть еще более раннее свидетельство, свидетельство, относящееся ко II веку, это так называемый кодекс Мураторий. Это фрагмент текста, который нашел архивариус библиотеки в Милане по имени Мураторий, и вот по его имени этот фрагмент так и называется, кодекс или текст, или канон Мураторий. Муратория в канон. Это он нашел в XVIII веке в архивах библиотеки, и это фрагмент текста, который датируется по всем современным исследованиям, примерно 170, ну максимум 180 годом. То есть это вторая половина II века. В этом тексте приводится список, это как бы введение в книги Нового Завета, это отрывок только, очевидно это оборванный отрывок, там дальше должны были бы следовать сами книги Нового Завета, но сохранилось только вот этот кусочек начала, введение, то есть как бы общий обзор книг Нового Завета и некоторые комментарии там. И вот в этом введении он перечисляет, автор этого текста, перечисляет книги Нового Завета, и список, который он перечисляет, совпадает с нашим списком Нового Завета, за исключением 1-2 Петра, там нет Иакова и нет еврея. Вот этих четырех посланий нет, но надо учесть, что вот этот отрывок, который найден в Муратории, он не полный и нет конца, может быть дальше как раз есть еще эти книги, но что есть на сегодняшний день, то есть. Вот я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали отрывок из этого фрагмента Мураторио канона. Третья книга Евангелия та, что от Луки. Лука известный врач написал его от своего имени. Четвертое Евангелие принадлежит Иоанну, одному из учеников. И так, несмотря на то, что о разных конкретных вещах можно прочитать в Евангелиях, это не влияет на веру христиан, поскольку одним духом все было возвещено во всех Евангелиях, относительно рождения, страстей, воскресения, жизни с учениками, его двойного пришествия. То есть, автор этого текста перечисляет, я здесь маленький кусочек привожу, но он перечисляет, собственно, книги Нового Завета и немножечко рассказывает об этих книгах. Этот текст полностью переведен на русский язык, и все желающие смогут найти, он хорошо опубликован, и даже в интернете можно найти полный текст вот этого мураториевого канона и почитать, что там написано. Еще одним важным свидетельством канона стало письмо Афанасия Александрийского. Я рассказывал вам, что Афанасий писал письма по поводу празднования Пасхи. Так вот, 39-е письмо, которое он писал в 367 году, посвященное, собственно, дате празднования Пасхи, он сопроводил наставлениями по поводу чтения книг, какие книги читать. И вот он приводит уже список новозаветных книг, которые в точности повторяют весь список нашего канона Нового Завета. 27 книг, которые приводит Афанасий в своем 39-м письме, один к одному повторяют 27 книг Нового Завета, современного Нового Завета. И он пишет в этом письме об этих книгах. «Это источник спасения, и те, кто жаждет, насытятся словами жизни. Только в них возвещено божественное учение. Никто не прибавляет к ним ничего и ничего не убавляет». Некоторые поместные соборы во второй половине четвертого века тоже упоминают о книгах, которые являются канонами, которые следует читать в церквах. Ну, например, Ладикийский собор 363 года. Он в конце, после всех своих решений, это поместный собор. Он дает список книг, это 60-й, или в некоторых списках 59-й канон Ладикийского собора. Но у него только 26 книг, не 27, а 26 книг без апокалипсиса. Третий Карфагенский собор, тоже поместный собор 397 года, приводит полный список канона, 27 книг. Но он не приводит их как результат дискуссии, обсуждения, вот эти книги мы примем, а вот эти не будем принимать. А он просто констатирует этот канон, то, что уже произошло в церквах. То есть ни Ладикийский, ни Карфагенский собор канон не принимали. Они зафиксировали только то, что уже сложилось к их времени, ко второй половине 4 века. Поэтому, если в каких-то справочниках вы встречаете фразу, что якобы Новый Завет принят на Ладикийском, на Карфагенском или Японском соборе, это просто ошибка, это историческое недоразумение. Люди просто не читали решения этих соборов, никогда в руках не держали эти каноны, поэтому они пришли к такому заключению, что якобы соборы приняли эти каноны. Но если вы откроете непосредственно решения соборов, а, кстати, все решения соборов опубликованы на русском языке. Еще до Октябрьской революции, еще с 1911 года, Казанская академия очень серьезно занималась изданием всех абсолютно деяний, всех абсолютно соборов, какие только были известны на то время на греческом языке. Они были переведены на русский, по-моему, это 11 или 12 томов, а сейчас они все есть тоже в свободном интернете. Я не раз встречал эти тексты, так что вы можете при желании скачать все тексты абсолютно всех соборов, там и протоколы, и речи, обсуждения, и сами убедиться, что нету ни на одном соборе обсуждения и утверждения канона Священного Писания. Карфагенский собор, когда приводит полный канон, он заявляет, кроме канонических писаний, ничто не читалось бы в церкви под именем божественных писаний. То есть можно читать другие тексты, но они не должны стоять наравне с каноническими текстами. То есть на Востоке, вы видите, очень быстро утвердились в восточных общинах 26 книг Нового Завета. Сомнения вызывала только книга Апокалипсиса, Откровение Иоанна. Эта книга довольно осторожно принималась в общинах на Востоке. На Западе Откровение Иоанна никогда не подвергали сомнению. Там во всех самых ранних списках канона везде входит Откровение Иоанна. Но там сомнению подвергали другие книги. Иакова, 2 Петра, 2 и 3 послания Иоанна. Эти книги подвергались сомнению. Но эти книги потом постепенно распознали в них действия Святого Духа. И вот эти все 27 книг Нового Завета были приняты и на Востоке, и на Западе. По каким критериям принимался, собственно, общинами канон Нового Завета? Во-первых, апостольское авторство или авторство близкого сотрудника апостола. То есть, если принимается Евангелие Марка, как я говорил, это для общин означало, что они принимают Евангелие Петра, потому что Иоанн, простите, Марк, это ученик Петра, и он пишет в соответствии с Петровым богословием. Если принимается Евангелие от Луки, то это потому, что за ним стоит Павел, Павлова богословие, поэтому оно принимается. Если Иоанн, это, естественно, любимый ученик апостола, или Матвей, один из свидетелей апостолов. Так что это был один из первых признаков, почему принимается та или другая книга. Самый большой признак, наверное, был другой. Единодушное принятие всеми поместными церквями. Вот именно единодушное принятие позволяло какие-то книги принимать, какие-то нет. Конечно, в любой общине были люди, которые говорили, скажем, Евангелие от Луки – это не Духом Святым написано, это просто человеческое. Конечно, были люди, которые отвергали, скажем, Евангелие Иоанна или какое-то другое. Но это были единичные случаи. А вот если смотреть в целом, на протяжении длительного времени общины приходили к консенсусу, приходили к единству в понимании того, что именно эти 27 книг являются действием Святого Духа написаны. Третий критерий – это гармоническое единство, духовная чистота текста и соответствие его учению Христа и общецерковной вере. То есть, если текст действительно соответствует тому, что делал Христос, как он жил, как он поступал, чему учили апостолы, вот тогда этот текст действительно принимался общинами. Он должен быть духовно чист, он должен гармонически поддерживать все то, что написано в других текстах Нового Завета. И вот в заключении очень интересное определение, можно сказать, по отношению к канону. Канон – это то, во что верят повсюду, всегда и все христиане. Повсюду, всегда и все. Вот обратите внимание на эти три слова. Это древнее определение канона. Повсюду, всегда и все христиане верят. Вот, знаете, в отношении любого вопроса в христианстве идут дискуссии. В отношении вечера дискутируют, христиане спорят между собой, крещение, в отношении там литургии, в отношении воплощения Христа. Ну, любой вопрос, какой вы не возьмите, всегда есть несколько мнений в христианстве. Есть единственный вопрос, по которому в христианстве нет разномыслия. Это вопрос канона. Никто не оспаривает 66 книг, которые входят в библейский канон. И православные, католики, протестанты, баптисты, там какие-то пятидесятники, харизматы, ну любые, кто бы ни был в христианстве, даже ассирийские церкви Востока, которые, скажем, добавляют к канону, кроме 66 книг, еще 5, 7, 11 в различных версиях, в различных церквях разное количество книг. Добавление есть. Но вот этот корень 66 книг, который признается всеми, этот корень остается бесспорным и неизменным на протяжении веков. И это, наверное, самое сильное свидетельство того, что именно эти 66 книг, которые составляют Библию, написаны Духом Святым, утверждены Духом Святым и составляют канон Библии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова